Зарайск Здесь мой родной дом. Среди роскошной подмосковной природы я научилась ценить неповторимое мгновение жизни, где все заряжает меня оптимизмом, жаждой познания и творчества, дает силы на плодотворную работу. Профессия, которую выбрала я, особенная – педагог дополнительного образования. Именно она помогает раскрыть в каждом воспитаннике творческие способности, задатки таланта, научить фантазировать, выдумывать. Вопрос о выборе профессии никогда не стоял передо мной, потому что я точно знала, что сердце отдам детям. Как и мои родители. Мама – воспитатель детского сада, папа – учитель труда в школе. После учебы в Зарайском педагогическом училище и получив азы профессии, я продолжила обучение в Коломенском педагогическом институте. Более 25 лет работаю в Зарайском центре детского творчества по двум образовательным программам. Рукоделие – адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для обучения лиц ОВЗ, разработанной на основе общеразвивающей программы художественное вязание. Программа рукоделия рассчитана на детей с 6 до 10 лет. Я уверена, что начинать заниматься ручным трудом нужно с детьми дошкольного возраста. В процессе обучения происходит развитие мелкой моторики пальцев рук. Формируется правильное отношение детей к труду, воспитывается трудолюбие, ответственность, усидчивость, аккуратность и терпение. Не надо забывать, что детство – важнейшая часть человеческой жизни, яркий, самобытный, неповторимый период. И от того, как оно прошло, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. Рука об руку мы идем из детского сада в начальную школу. Со своими младшими воспитанниками на занятиях использую различные виды деятельности – работа с бумагой и картоном, пластилином, крупами, с тканью и нитками. Данная программа обучения детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется как отдельный курс в рамках комплексной программы объединения декоративно-прикладного творчества художественного вязания. Она построена так, чтобы дать представление о различных видах рукоделия и о его значении в жизни каждого человека, привить чувства прекрасного. Мы с воспитанницами вяжем не только крючком, но и шьем куклу. Через творчество и фантазию рождаются маленькие шедевры. В объединении занимаются разные дети. У одних уже есть способности, им не стоит только дать толчок. Но есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И все они требуют индивидуальный подход. Для меня они все творческие личности. Я каждому ребенку уделяю внимание, с уважением отношусь к их интересам и потребностям. Душа ребенка – пламенный сосуд, прозрачные стенки, совершенной формы. Но от того, чем мы его наполним, зависит будущего человека суть. Свою работу не представляю без творчества, без внедрения новых идей, передового опыта, технологий. Современный педагог дополнительного образования – это новатор, творец, мастер, побуждающий воспитанников к самореализации в различных видах искусства. Высоким достижением своей работы я считаю сохранность контингента воспитанников и качество обучения. Диагностика показывает, что контингент с 2012 года сохранен и составляет 99%, а успешность освоения образовательной программы – 95-98%. Мои воспитанники – победители и призеры международных, российских и областных конкурсов и фестивалей. Организуются деятельности воспитанников в социально ориентированных проектах, в социально значимых общественных акциях. Мои воспитанники награждены свидетельством лауреата именной стипендии губернатора Московской области. Моя педагогическая цель – не только научить ребенка ремеслу, но и в первую очередь воспитывать его добрым, трудолюбивым, отзывчивым, способным, выстраивать человеческие отношения, оказывать помощь и действовать с пользой для других людей. Я не только занимаюсь образовательной деятельностью в объединениях, но и организую досуг детей. Мы проводим конкурсы, познавательные и развлекательные программы, вечера встреч с интересными людьми, походы и экскурсии. И во всем мне помогают родители. Моя дочка не умела держать крючок в руках и не умела вязать. Сейчас у нее очень многое получается. Ее поделки украшают нашу квартиру. И, сделав поделки своими руками, она дарит их друзьям. Мы с Светлани Владимировны очень благодарны, что она научила ценить Соню, ценить и организовывать свое время. Дочка стала усидчивой и аккуратной. В объединении очень дружественная, теплая атмосфера. И это исходит от учителя. Мне хочется многое познать, многому научиться, полностью реализовать себя и свои силы, быть активной в жизни Центра детского творчества. Я не нахожусь в стороне и от районных мероприятий. Участвуя в них, совершенствую себя. Полученные навыки очень помогают в воспитательной работе с моими воспитанниками. Постоянно участвую в подготовке и проведении туристических слетов, соревнованиях по школе безопасности, праздников ко дню защиты детей и дней молодежи, в мероприятиях Зарайской районной детской общественной организации «Радуга». Я являюсь руководителем методического объединения педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного и изобразительного творчества. На заседаниях делюсь своим опытом не только с коллегами из Центра детского творчества, но и с учителями технического и обслуживающего труда города, района и области. Выступаю на научно-практических конференциях, семинарах по темам Психолого-педагогические особенности работы с детьми СУВЗ – это районный метод объединения 2015 год Областной семинар – организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Центре детского творчества 2016 год Научно-практическая конференция «Россия. Родина моя. Город Луховицы» 2017 год Областной семинар – особенности работы со слабовидящими и слабослышащими детьми и подростками в учреждениях дополнительного образования Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи 2017 год Участвую в проведении мастер-классов областного фестиваля детского и юношеского художественно-технического творчества «Юные таланты Москвы» Участвую в деятельности экспертных комиссий Участвую в конкурсах профессионального мастерства где стала дипломантом в первой степени в областном заошенном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций в Московской области Представляю собственный педагогический опыт на сайте Нет предела совершенства Вдохновение для своей работы нахожу везде А особенно мне нравится смотреть на любимые цветы, выращенные в саду Потому что они красивые, теплые, душевные и напоминают моих веселых, озорных девчонок и мальчишек За цветами, как и за ребенком, надо ухаживать, растить, разговаривать с ними Природную красоту со своими воспитанниками переношу в наше творчество Я счастливый человек С радостью иду на работу И с радостью возвращаюсь домой У меня дружная, крепкая семья А это невозможно без любви, понимания и поддержки со стороны родных мне людей Все начинается с любви Твердят Вначале было слово А я провозглашаю снова Все начинается с любви Все начинается с любви И озарение, и работа Глаза цветов, глаза ребенка Все начинается с любви Я это точно знаю Судьба Скажу ли ей спасибо? Да, скажу 25 лет пробуждаю лучшие чувства в детях Чувство доброты, красоты, прекрасного Спасибо судьбе за те мгновения, когда после долгих неудач и ребенок воскликнул Получилось! Победа ребенка – это и моя победа Его радость – моя радость И спасибо судьбе за то, что подарила мне радость общения с детьми Я считаю, что мое призвание – нести любовь, красоту, радость Девочки, сегодня на занятии мы с вами будем вязать декоративные цветы А потом к ним будем вязать листики После чего, когда вы свяжете цветы и листики Мы это все соберем в одну общую композицию А как вы думаете, для чего это мы будем с вами делать? Вязать вот эти цветы, листики, составлять эту композицию, Марина, для чего? Для украшения нашего класса Вот, Марина думает, что для украшения нашего класса Настя, ты как думаешь? Для украшения дома Для украшения дома Да, конечно, мы будем эту композицию с вами делать для украшения нашего кабинета Нас окружает удивительный мир природы Все увиденное помогает человеку в создании украшения быта Но испокон веков И особенно сейчас, в наше время Очень модно, можно сказать так И очень ценятся те работы, которые сделаны своими руками Вот Марина уже сказала, она вяжет и ставит на полочек свои поделки, игрушки И рисует также картины И вот эти работы очень ценятся И вот мы с вами будем вязать сегодня эти цветочки своими руками Каждый цветочек, девочки, будет индивидуален Пусть они у нас будут по форме одинаковые Мы сейчас уже с вами потом проговорим это Но в каждый цветочек вы заложите свою душу Свою любовь, свою частичку я И то есть каждый цветочек друг на другого уже похож не будет Вот посмотрите, какие мы будем с вами вязать цветы Мы будем вязать цветы двух форм Один цветочек с острыми лепесточками А другой цветочек с круглыми лепесточками, да? У нас будет две формы, два размера А по цвету они у вас будут совершенно разные У вас на столах у всех лежит технологическая карта Видите, все? Для начала мы набираем пять воздушных петель А потом их соединяем Потом мы набираем две воздушные петли для подъема Потом 11 столбиков с накидом Соединяем соединительную петлю И опять две воздушные петли для подъема В эту же петлю мы делаем один столбик с накидом Правильно, а вы съедите все Потом две воздушные петли Одну петлю пропускаем И двойную петлю столбик с накидом Два столбика с накидом в одну петлю И так весь круг, да? Катя, все поняли? Это все поняли, девочки? Всем понятно? Сначала мы набираем пять воздушных петель Затем соединяем их соединительным столбиком И набираем две воздушных петли для подъема Затем мы вяжем 15 столбиков с одним накидом Правильно Настя, ну давай ты вот лепестки рассказывай Затем набираем 9 петель Воздушных 9 петель Затем мы вяжем один столбик без накида Затем два столбика с накидом Затем два столбика без накида Итак, мы с вами разобрали технологическую карту Вязание цветка с круглыми лепестками И с острыми лепестками Значит, у нас всего получится Два размера и две формы цветов Да? Продолжение следует... Итак, девочки, у нас вот такой вот должен получиться листик. Всем видно? Всем понятно? Схему разобрали. Всем понятно, как везать листик? Да. Да. Так, теперь начинаем везать листик. У всех все получилось? Да. Списали листик? Да. Вот наши с вами работы готовы. Посмотрите, что у нас получилось, какая композиция. Красиво. Понравилось? Да. Красиво. 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 Красиво.